Кто-то будет глумиться, наверное, кто-то сочувствовать, не знаю, в общем, мой родной город, город Шебекино, сегодня разбомбили вооруженные силы Украину. Украина. Они разбегались по сторонам, но у всех было четкое ощущение, что стреляют не по мирным, ну и, в общем, с этим можно жить. И милитаризация на нашей стороне просто происходит. И, в принципе, до сегодняшнего дня, наверное, я точно так же к этому относилась, что стреляют не по мирным, все нормально, все хорошо, а в меня не попадут, потому что рядом со мной, рядом с моим домом нет никаких военных баз, ничего, ну, ничего, куда можно было бы целиться. Но, получается, дней пять назад как-то все очень сильно активизировалось, интенсивно все слишком стало. И, практически, последние пять дней мы, наверное, живем без стабильной воды, без стабильного света, то есть, все время куда-то попадали. А, соответственно, сегодня ночью уже прямо была такая агрессивная атака, очень сильная. А, и мне сложно, как бы, ну, у меня все так же нет ощущения, что цели весь по мирным, все так же у меня нет этого ощущения, но просто уже такая интенсивная атака была, и, соответственно, уже стало очень страшно. Паша Бекина стреляли градами, это достаточно было отличимо по звуку, потому что это были прям очень быстрое, очень большое количество ударов, вот, и я не думаю, что артиллерия бы смогла так хорошо бить. Потом достаточно сильно потряхивало, целый день были обстрелы, то есть, прям, постоянно по городу пролетало, постоянно город накрывали градами, мы, когда ехали, накрывали очень сильно градами, я вообще была не уверена, что мы доедем. В 3 часа ночи начался такой интенсивный обстрел, и я за окном видела, что огонь полыхает, и, ну, до 5 утра я там лежала детей, там, пыталась сохранить им сон, а потом уже в 5 утра просто собрались и выехали. И у нас, конечно, у нас машина была заправлена, у нас вещи все были готовы, поэтому мы, как бы, очень быстро выехали. Но в 5.30 на дороге были прямо заторы, и мы проезжали мимо заправок, и на заправках в 5.30 утра стояли тоже машины уже в очереди. Люди, ну, видимо, попавшие под обстрел, просто повыезжали из Шибетина, и вот от Шибетина до Разумного, там, километров 20, наверное, вся обочина дорог, она усеяна машинами, и люди стоят там в тапках, в пижамах. Люди вот стоят на выезде из города. Ну, в районе, наверное, часов 4 уже ко мне начало возле дома прилетать, там, недалеко. Начался там же даже где-то бой тоже. У меня, ну, пропускной пункт вот этот, который еще тоже атаковали, он, в принципе, ну, несколько километров от меня находится. Самое сильное было в 3 там часа, допустим, но к 4, к 5 оно уже не стихало, то есть шли и бои, и обстрел города продолжался, периодически куда-то прилетал. То есть буквально там минут 5-10 перерыв какой-то где-то, ну, тишины, и снова начинает лететь везде просто. Начали думать уже о том, что надо выезжать. По ощущениям, угорелись все. То есть ни у меня, ни у моих знакомых нет ни одного человека, который бы остался в городе. Сначала у Квазирь не получается детей, но это было банальное увеличение количества мест в детском лагере. А после, на следующий день, когда еще раз очень сильно обстрелили грады, то есть прям максимально сильно, буквально, может быть, обстрелы прекращались минут на 15, ну, на 20, хорошо, но не на больше. И все это постоянно грады, артиллерия, и в таких условиях, ну, я не представляю, как жить, как учиться, как работать. Ну, и кроме как эвакуировать, я думаю, что выходов не было. А людей просто уже начали вывозить, то есть администрация дала контактные телефоны, куда нужно звонить, чтобы вас вывезли. Они, конечно, реагировали не супербыстро, то есть проходило там, ну, 30, может быть, вот так. И тогда уже со человеком связывались. И в итоге по городу ездили автобусы, которые собирали людей. Вот, или люди могли сами выехать до мест, где их могут забрать и так далее. Но в основном, что я заметил, в основном выезжали все-таки на своем транспорте. Или на транспорте соседей, знакомых. Я на машине выбирался, поэтому, так как, ну, у меня места есть, я один живу. Я, соответственно, там начал, ну, по работе, кто не может уехать, собирать, кто остался там спрашивать. В чатах свет у меня еще был, как бы. Ну, и связь была устойчивая, поэтому. Поспрашивал там, кто, ну, соседей пару подобрал, там, коллег пару подобрал. В общем, 5 человек собрал в машину, котов там своих собрал. Они тоже там кто кого там, домашних животных, похватали там. Вот, ну, минимум вещей каких-то схватили, что у кого было, и помчали как бы оттуда. Кто-то заранее уже там стартанул, да, кто-то прям под прилеты, может, уехал, я не знаю. Ну, 8 улицы были относительно, ну, пустые. То есть, как в фильме о каком-то постапокалиптическом, знаете, город, когда ты его видел, что тут в это время чуть ли не пробки стоят где-то, да, на светофорах. А нет вообще никого. Мы находимся на территории Белгород-арены, где уже с утра приезжают жители Шебекина, которых вывезли из обстреливаемых территорий. Здесь они проходят регистрацию, затем их кормят и отправляют на четвертый этаж для отдыха. Люди напуганы, плачут, кому-то оказывается психологическая помощь. Также работают волонтеры. Последние 5 дней были прилеты по заводам, по каким-то заводам. Все время были прилеты или там по станциям. Как бы, соответственно, сразу все отключалось. Свет, вода, интернет. В один день мобильной связи не было полностью. И надо сказать, что в этот день я ощутила весь ужас оккупации. Вот я представила просто себя на стороне какого-то мирного жителя со стороны Украины, когда там они попали под обстрелы, у них нет интернета, нет мобильной связи. И ты просто не понимаешь, что происходит. Ты, ну, вот совсем ничего понять не можешь. И в какой-то момент я просто даже выехала из Шебекина в Белгород для того, чтобы просто прочитать и понять, что случилось. То, что эвакуирует российский город, целый российский город из-за обстрелов, как бы, ну, это уже какое-то достижение. То есть это уже что-то... А точно ли был такой план СВО? Как называемый СВО? Вот, и у людей появляется вопрос, ну, то есть в чем была СВО, так называемый, если эвакуируют в результате с нее российский город, который раньше шил мирно, который раньше, там, были базы отдыха, там, тут, наоборот, люди стремились, потому что он достаточно ухоженный, например, друзья туда переехали. К происходящему власти как-то, видимо, все-таки предполагали такое развитие событий, потому что у нас заблаговременно был эвакуирован там дом престарелых, то есть их вывезли, и все люди были насторожны, что как так, почему вот-вот вывезли дом престарелых, возможно, это какой-то нехороший знак для всех остальных. В школе детям настойчиво предлагали поехать в детский лагерь, вот прям настойчиво. То есть, знаете, если раньше, там, ты выходишь и выпрашиваешь путевку в детский санаторий, то здесь просто учитель присылает такое письмо, что, типа, кто хочет, все поедут, вот. С самого начала, когда началась война, люди, в общем-то, ну, наверное, в большей части, может быть, не столько приветствовали, сколько они возражали. И, как бы, люди, люди, там, ну, говорят, ну, да, ну, надо, ну, там, с нацистами борются, еще что-то такое. Спустя год такое ощущение, что, наверное, ну, появилось какое-то разочарование, но вслух люди боялись об этом говорить. То есть, ну, в школе продолжается, там, какая-то, даже не знаю, как это сказать, втягивание детей в политическую жизнь, и все там боятся возмутиться, боятся сказать, что там прекратить и хватит. Поэтому так молчаливое согласие было, молчаливое согласие со всем. Там материли всех и украинцев, и своих, всех на свете, потому что, ну, люди в ужасе, как бы, там были в основном, да, ну, это, поймите, там сотни прилетов, сотни были просто прилетов в город. И, ну, там не до каких-то было выводов у людей, не до рассуждений. Все хватали, что под руку попалось и бежали. Кто-то, он вообще, там, грабали в куртке, в трусах уехал, да. Люди скорее подкрепляли свое мнение, то есть, если человек был против власти, он и будет против власти, если человек был за властью, он и будет за властью. Есть некоторая часть людей, которые разочаровались власти, очень сильно разочаровались, и, ну, они все равно не приобрели проукраинские взгляды, и они скорее такие, типа, вот, ну, как, и Зеленский плохой, и Путин плохой. Вот так вот. И пытаются что-то с этим делать, пытаются какую-то третью силу изобрести и так далее. Может быть, некоторые склоняются к теориям заговора или чему-то подобному. Субтитры создавал DimaTorzok